Добрый день, уважаемые коллеги. Перейдем от активирующих мутаций к лечению больных без активирующих мутаций. Конечно, когда мы видим больного с аденокарциномой, то в первую очередь мы мечтаем найти, конечно, какую-то активирующую мутацию, потому что, в общем-то, мы понимаем, что это шанс тому, чтобы он прожил у нас с АДЖФР, допустим, 4-5 лет, а с ЛК мы можем думать уже о 5-7 годах выживаемости на сегодняшний момент. А наука не стоит, наверное, Федор Владимирович рассказал нам, какие нас ждут новые ингибиторы в будущем. Так что мы надеемся, что когда у нас появятся новые препараты, то цифра увеличится. Но если говорить о тех случаях, когда мы не находим активирующих мутаций, то тоже у нас появилась определенная надежда. И это действительно можно назвать не только эволюцией, как называется наша сегодняшняя конференция, определенной революцией. Поэтому появились целый ряд препаратов, так называемых чекпоинт-ингибиторов, три такие группы большие, анти-ПД1, анти-ПДЛ1 и анти-CTЛ4, которые дают возможность нам действительно продлить жизнь пациентам, у которых нет мишени, нет драйвенной мутации, но тем не менее у нас есть возможность на сегодняшний день улучшить результаты их лечения. И, конечно же, на сегодняшний день, если оценивать итоги 2019 года, мы наблюдаем определенную гонку, в которой участвует много компаний, каждая из которых производит собственный ингибитор. И на сегодняшний день мы видим, что в эту гонку участвует наша компания, российская Биокат, которая тоже, надеюсь, скоро выйдет на рынок с новым препаратом. Поэтому, если оценить итоги года, то можно посмотреть на европейские, американские и наши русские рекомендации и увидеть, что, да, действительно, результаты этой гонки уже мы сейчас на сегодняшний день видим. И на сегодняшний день, наверное, лидирует у нас пембролизума, поскольку пембролизума у нас в первой линии уже завладел сразу четырьмя позициями. Это лечение педель положительных пациентов в монотерапии, это лечение с химиотерапией при наличии педель положительности, в том числе, так сказать, при невозможности проведения сочетанной химиотерапии и возможной применении пембролизумаба и при педель больше одного процента. Ну и также в первой линии у нас при неплоскоклеточном раке сочетание отезолизумаба с поклитакселом, биоцузубамом и карбоплатином. Ну а если посмотреть вторую линию, то тоже здесь несколько препаратов у нас достаточно активно уже используется. Конечно, это в первую очередь неволумаб, который был первым, наверное, на этом поприще, так сказать, второй линии препарат, который в данной ситуации не требует назначения, определение уровня педель, ну и также, так сказать, присутствует здесь пембролизумаб и отезолизумаб в различных дозировках. Сейчас идет тенденция к тому, чтобы, так сказать, уйти от назначения на килограмм веса, назначать уже стандартную дозировку, которая бы позволила уже, так сказать, облегчить работу врача в плане назначения. Но если вернуться к старым исследованиям пембролизумаба, вы их всех хорошо знаете, я не буду долго останавливаться, это исследования при плоскоклеточном, неплоскоклеточном раке легкого, все они были положительны. И если взять данные 2019 года, то мы в этом году увидели данные по уже длительной выживаемости больных с педель 1 больше 50%, и видите, так сказать, медиана выживаемости на сегодняшний день превышает уже 26 месяцев при назначении этого препарата. И, конечно же, если у нас педель больше 50%, то, наверное, лучше назначать его сразу в первую линию, так же, как, так сказать, самый лучший ингибитор, наверное, ЭДЖФР, тоже лучше сразу в первую линию назначать, если есть возможность. Так и здесь, так сказать, начинать лучше с хорошего, с самого лучшего. Мы получим тогда максимальную выживаемость. Исследование КИНОД-189, так же, видите, во всех случаях, какой бы ни был уровень ПДЛ, больше 50%, от 1 до 50, или даже меньше 1%, во всех случаях, так сказать, назначение ПЕМБРОЛИЗАБа было эффективным. И это исследование тоже подтвердило то, что ПЕМБРОЛИЗАБ на сегодняшний день остается одним из самых таким востребованных препаратов. Если перейти к другому препарату, к НИОЛОМАБу, то мы на сегодняшний день имеем 6-летнюю уже вызываемость. Это данные по первой фазе. Видите, так сказать, здесь представлены снимки пациентов, которые уже пережили 9 лет. И если, так сказать, посмотреть, что было доложено в этом году, то вот в Барселоне на конгрессе ПАРАКУ легкого были доложены результаты, именно 5-летние исследования, двух крупных исследований, третья фаза, где сравнивалось применение НИОЛОМАБа во второй линии с ДОЦИТАКСИЛ. И, видите, 5 лет 13,4% против 2,6% пациентов, которые получали ДОЦИТАКСИЛ. То есть, конечно, разница более чем внушительная. И мы можем сказать, что вот эти ряд пациентов, которые, так сказать, раньше именно мечтать не могли о такой выживаемости, на сегодняшний день они у нас живут. И если посмотреть на выживаемые диспрокрессии, то уже на уровне двух лет в группе ДОЦИТАКСИЛ не осталось ни одного пациента, который бы уже выживал без прогрессии. А в группе, так сказать, НИОЛОМАБа, видите, так сказать, таких пациентов достаточное количество. И если эти пациенты у нас переживали два года, то с большой долей вероятности они жили три года и пять лет. И, значит, в настоящее время даже некоторые и больше. Как видите, так сказать, те, кто пережил три года, уже с вероятностью 78% доживают до пяти лет. А те, кто пережил четыре года, с большой вероятностью доживают 88% до пятилетней. То есть именно мы формируем то плато из пациентов, которые действительно у нас являются, так сказать, пациентами, ответившими на лечение. И они, так сказать, и составляют основное то преимущество, которое мы получаем по выживаемости. Поэтому, в общем-то, действительно вот эти данные больших, крупных исследований, ЧЕКМЕ, это 17-57, пятилетние данные, которые были доложены в этом году, они подтвердили вот эти факты, что, в общем-то, так сказать, применение этого препарата дает нам очень-очень неплохие шансы. Также были доложены в этом году исследования по двойной иммунотерапии, комбинированной иммунотерапии, применения и пельмумаба, и нивулумаба. Как вы видите, так сказать, из этих графиков, вот эта двойная иммунотерапия, она действительно имеет преимущество даже по сравнению с иммунотерапией нивулумабом. Средний график – это нивулумаб, зеленый – это у нас графики, которые показывают двойную иммунотерапию. Поэтому, если оценивать это исследование, то она действительно достигла конечной точки увеличения выживаемости без прогресса и увеличения общей выживаемости, и потенциально двойная иммунотерапия может быть новой терапевтической опцией, но на сегодняшний день пока еще не зарегистрирована, но тем не менее, вот эта, так сказать, опция, которая нас может ждать. Если перейти к отезолизумабу, то тоже вы хорошо знаете это исследование, оно уже было доложено давно, МПАУР-150, где было показано преимущество сочетанного применения иммунохимиотерапии по сравнению с химиотерапией. В этом году были представлены данные по другому исследованию, по МПАУР-110. Это исследование аналогичное, которое было произведено исследование с пембролизумабом при высоком уровне ФДЛ, больше 50%. И видите, так сказать, общая выживаемость. Опять-таки, у нас на сегодняшний день 20 месяцев, более 20 месяцев при применении отезолизумаба и стандартная выживаемость 13 месяцев при применении химиотерапии. То есть, действительно, пациенты с высоким уровнем ПДЛ, они действительно являются кандидатом для монотерапии одним из препаратов. И что на сегодняшний день тоже уже является, так сказать, доказанным, это сочетание иммунотерапии и химиотерапии, поскольку именно это синергическое действие дает то, что мы уменьшаем как объем опухоли, что обращает иммунный ответ, мы увеличаем антигенность опухоли, мы угнетаем клетки, которые нам не нужны иммунные, и наоборот, стимулируем те клетки, которые являются эффекторными. И поэтому применение химиотерапии в первой линии на сегодняшний день все больше и больше, так сказать, получает распространение. Но, тем не менее, применение вот этого метода в первой линии, оно ставит большие проблемы, потому что, используя сразу в первой линии и химиотерапию платиновый дуплет, и иммунотерапию, так сказать, мы стоим все перед выбором. А что делать дальше? Какие у нас есть опции, да? Как раньше, так сказать, у нас оставался дотестоксел на вторую линию, и все. Поэтому, в общем-то, на сегодняшний день идут различные исследования, которые бы позволили нам определить, что мы можем предложить пациенту без активирующей мутации, когда уже исчерпаны возможности первой линии, в которой включался платиновый дуплет, и одновременно, или после платинового дуплета, последовательное применение иммунотерапии. И, конечно, так сказать, в первую очередь мы смотрим на препараты, которые обладают антиангиогенной действием, такие как, допустим, романсуромаб или нитидониб. И на сегодняшний день очень много, так сказать, различных сочетаний используется с применением этих препаратов. Поскольку, как бы, исследования от изолезозомаба с биотезомабом показали, что это действие синергично и при ряде других нозологий, при ботике, в частности, эти сочетания работают. И, соответственно, именно иммунотерапия и в сочетании антиангиогенной терапии являются одним из таких, наверное, перспективных путей назначения. И особенно, наверное, так сказать, стоит обратить внимание на те случаи аденокарцином, которые являются особо агрессивными, которые прогрессируют, так сказать, или во время первой линии терапии, или в течение, так сказать, 9 месяцев. И именно назначение нитидониба в этих агрессивных случаях оно, так сказать, действительно оправданно. А в тех случаях, если мы имеем пациентов, которые закончили первую линию, имея длительный период ремиссии, в тех случаях более эффективно не выломал, в частности, вот что показало это исследование, действительно, применение в менее агрессивных случаях показано для иммунотерапии. Ну, сложную схему, не буду на ней останавливаться, так сказать, в рекомендации русско-четко расписано, какие препараты можно применять, у нас уже начитают первой линии, и что, когда, и хочу вернуться уже, так сказать, к клиническому примеру, и здесь у нас будет небольшое голосование. Не совсем стандартный случай, может быть, не совсем типичный, но, тем не менее, так сказать, пациент, который к нам попал в поле зрения в 2018 году. До этого он уже прошел определенные этапы обследования. Пациент с плоскоклечным раком, в момент обследования стадии у него было 3Б, курильщик с выраженным хроническим структивной болезнью Лёвкого и сердечной патологией. Так выглядела его компьютерная томограмма, когда, так сказать, он впервые обратился к докторам на обследование. В С2 определялось бугристые образования, и вместе с тем сразу определялись увеличения лимфатических узлов средостей. Обследован был онкодиспансерия, при бронскопии поставлен диагнозом плоскоклеточный рак, периферический рак с централизацией БДВа права лёгкого. Ну и вопрос простой, какое лечение вы ему назначили. Вот здесь представлены все варианты ответов. Пожалуйста, голосуем. Видимо, затруднения большие вышли. Если у нас ответ будет. Будьте добры, результаты голосования. Ну, большинство за химиотерапию. Ну и голоса разделились, так сказать, между иммунотерапией и лучевой терапией. То есть большая часть сразу за химиотерапию. Ну, один из логичных, так сказать, вариантов, но наш пациент, конечно, был сначала направлен к таракальному хирургу, вот, и консультация была утвердить такой, что УФВ один литр, поэтому на операцию он не годится, и, соответственно, был направлен к радиологу. Ну, за то время, пока пациент ходил к хирургу и ждал очередь к кардиологу, у него опухоль уже выросла и уже перешла со второго сегмента на шестой. Таким образом уже у нас Т2 превратился в Т4, и, соответственно, в общем-то, так сказать, опять-таки, так сказать, встал вопрос, как его лечить дальше. Ну, вот опять голосование. Какой все-таки вопрос на этом этапе уже в изменившихся условиях мы предложим вам терапию? Лучевую химиотерапию, иммунную или симптоматическую? Опять-таки химиотерапевты побеждают у нас с большим перевесом на 60%. Лучевые терапевты, кстати, видите, достаточно скромно, так сказать, в 5% всего, так сказать, оценили свои силы. Ну, может быть, наверное, действительно, потому что они достаточно опытные, потому что в данной ситуации тоже в лучевой терапии пациенту было отказано в связи с тем, что невозможно было определить границы очага. Ну, вот, соответственно, так сказать, мы попытались как-то, так сказать, еще дальше обследовать этого пациента, определили ему ПДЛ, ПДЛ оказался меньше 1%, вот, и задумывались о проведении терапии, химиотерапии, о чем, так сказать, зал настаивает уже второй раз. Но, тем не менее, так сказать, мы, оценив его возможности, к сожалению, не смогли, так сказать, сказать, что поэтому пациент перенесет химиотерапию, и поэтому, в общем-то, я голосование третье не буду устраивать, просто скажу, что в результате получилось. Была назначена ему терапия, Нивлумаба, стандартные дозы, с февраля 2018 года, на сегодняшний день, он все получил у нас 37 видений. И вот видите, динамика, марк 2018, декабрь 2018, идет уменьшение размеров опухолей, уменьшение региональных лимфатических узлов, и на сегодняшний день уже при контрольной компьютерной томографии не наблюдается опухолей, не наблюдается увеличенных лимфатических узлов. Молодой у нас продолжает получать поддерживающую терапию Нивлумабом, но, тем не менее, так сказать, абсолютно, так сказать, чувствует себя прилично. Естественно, сопутствующая патология сердечная и хобл никуда не делась, они, так сказать, основной тяжей заболевания определяют. Но что касается онкологии, то на сегодняшний день достаточно спокойно. И если говорить о этом случае, то в данном случае мы, в общем-то, выступили вместо хирургов и как бы ликвидировали операбельную опухоль у пациента. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok